Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Вот так. Откровение, 8 глава, 9 глава, 5 стих. Тут опечатка небольшая. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Толкование. И дано ей дальнейшее ограничение Божие демонам. Они ограничиваются не только тем, что могут истязать только незапечатленных Богом грешников, но и ограниченная сама степень мучений и времени мучений. Не убивать их, а только мучить пять месяцев. Человек может вынести всю неограниченную ярость служителей ада, а потом Бог не побудет. Господь запускает этого. Пятимесячный строк указывает на то, что из-за чажести этих мучений Бог сокращает их сроки. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Матфея 24 глава 22 стих. Это горе будет длиться всего 5 месяцев. 5 месяцев из 42, которые будет длиться Великая Скорбь. 3,5 года. 42 месяца. Имеет это еще и такое значение. Греф входит в наше сердце через 5 внешних чувств. Зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Также и пятирично число времени, в которое за эти грехи человеку посылается наказание. А возможно, что это определенное, известное одному Богу время. Кстати, Саранча в действительности живет не более 5 летних месяцев. С апреля по август или с мая по сентябрь. Так что 5 месяцев это время, данное Саранче демоном на наказание и устрашение грешников. Точно это время знает только Бог. Указывается страшно в мучительной страдании. Чем же они жали человека? Грехом. Ибо жало же смерти грех. 1 Коринфянам 15 глава 56 стих. Это тоже жало, которое вонзаясь в человека, приносит ему нестерпимые страдания. Конец обычным страданиям и через то, как бы облегчение, приносит смерть. Но здесь не будет смерти. Даже смерть не прекратит этих мучений, ибо ее не будет. Когда царь Давид согрешил, и ему было предложено выбрать одно из трех наказаний, то он сказал пророку Гаду. Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне. 2 Царство 24 глава 14 стих. Если столь страшно впасть в немилосердные руки человеческие, то каково впасть в руки демонов? Откровение 9 глава 6 стих. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожалеют умереть, но смерть убежит от них. Толкование. Это указывает на ужас страданий, которым подвернутся люди в то время. Столь велики будут мучения, что и сама смерть покажется желанной. И не только будут желать смерти, как средство для избавления страданий, но будут усердно ее искать, приложат к тому усилия, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Тогда начнут говорить горам. Падите на нас и холмом покройте нас. Луки 23 глава 30 стих. Каскора настигается смерть боящихся. И избегающих ее, так убежит она от ищущих ее. Господь не попустит тем грешникам через смерть избежать заслуженных ими мучений. Они будут в отчаянии рвать волосы, искрежетать зубами, но не найдут смерти. И многие восплачут, как Ивов, та, что дан страдальцу свет. На что дан страдальцу свет и жизнь с огорченным душою, которую ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы, да восторг восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, который путь закрыт, и который Бог окружил мраком. Ивов, 3 глава, 20-й, 23-й стих. Это особенно показывает, что и жизнь, и смерть наши все в руках Божьих. И мы ничего не можем сделать, что не определено им. Кажется, что проще, как лишить себя самого жизни. Но и этого не может сделать человек. Да, коли того не допустит Бог. Сохрани, Боже, каждого из нас от жизни, которая хуже смерти. Мы видели, что бедствия первых четырех трубных глазов могут быть рассматриваемы как вечное мучение в геене. Так и здесь перед нами раскрывается картина этого страшного состояния. В таком случае звезда, падшая с неба на землю, это ангел Божий, посланный для наказания. Или же это Христос, который будет судить мир в кончину века. И может и душу, и тело погубить в геене. Матфея 10, глава 28 стих. Кладезь бездны можно рассматривать как саму геену, в которую вернуто будет всякое нечестие. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладези. То есть в геене для мучимых скрыты будут солнце и воздух, как физически, так и духовно. И тела, и души будут охвачены вечным мраком и удушьем. Саранча – это те геенские черви, о которых еще Исаия говорил. Ибо черви их не умрет. Исаия 66, глава 24 стих. То, что эта саранча не делала вреда траве земной и никакой зелени, никакому дереву, говорит о том, что сама природа в геену ввержена не будет. Небо и земля не найдут себе места у белого престола Божия. Откровение 20, глава 11 стих. И они убегут от него, ибо испорчены грехом. Однако в геену они ввержены не будут, но изменятся, и будут новое небо и новая земля. Поэтому и сказано, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, и сама тварь освобождена будет от рабства тленью, свободу, славу детей Божиих. Римлянам 8, глава 19, 21 стих. И силы геены не могут причинить вреда творению Божию. Не могут они причинить никакого вреда и имеющим печать Божию. Ибо Богом запечатлены не увидят геены. Запечатлены не увидят геены. Не потерпят вреда от второй смерти. Откровение 2 глава, 11 стих. Эта страшная участь ожидает только тех, которые не имеют печати Божия на челах своих, которые не приняли Духа Святого, не склонились перед крестом и ушли из этого мира нераскаянными. Геенской саранче дано не убивать их, а только мучить. Это все говорит о том, что муки геены будут бесконечны. Саранче, червям и огню не дано будет убивать их, а только мучить. С воплями и скрежетом зубов они будут в геене искать смерти, но ее не будет. Они пожелают смерти как прекращение своих мучений, но смерть убежит от них. Тогда истребится смерть. 1 Кориффиан 15, глава 26 стих. И останется один ужас безысходных, непрекращающихся мучений. Вечное поругание и посрамление. Даниил, 12 глава, 2 стих. То, что саранче дано мучить 5 месяцев, Андрей Кисарийский разумеет так. Не имеющие печати жестоко мучимы будут только некоторое время, потом же легче, но вечно. Откровение, 9 глава, 7 стих. По виду своему саранча была подобна коням, прикреплен, приготовлен на войну. И на головах у них как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие. Здесь апостол Иоанн описывает внешний вид виденой им саранчи демонов, ее образ действия. По своему внешнему виду саранча вовсе не была похожа на обыкновенную. Поэтому и понимать ее надо образно. И каждый штрих ее внешности имеет свое значение. Конь в Писании является символом воинственности, как и Соломон говорит. Коня приготовляют на день битвы. Притча 21 глава, 31 стих. Иеремия, 8 глава, 16 стих. От колена данного придет Антихрист, а храп коней уже слышен. Ржут жеребцы и готовятся пути, по которым помчатся истребленные кони преисподней. Уже дрожит земля, готовятся к предсмертным судорогам. Слышен храп коней. Но спят многие христиане. В безумных наслаждениях нежится мир. Восстань, о спящий. Приготовься к бране, ибо день Господа близок. Трубите трубой на сегодня, и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещет все жители земли, ибо наступает день Господень. Иоаиль, 2 глава, 1 стих. Демоны уже стоят подобно коням, приготовленным на войну. Иоаиль, провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храпных, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы. Иоаиль, 3 глава, 9 стих. В описании вида саранчи святой Иоанн везде употребляет частичку «каббы». На земле нет ничего более мерзкого, чем демоны. И в описании их он пытается найти какие-то земные сравнения. Далее Иоанн описывает эту саранчу. «И на головах у нее «каббы» венцы, похожие на золотые». То, что видит Иоанн, нельзя назвать венцом. Венцом увенчан Христос и увенчат своих последователей. Откровение 2 глава, 10 стих. Как мы и действительно видим, 24 старца увенчаны золотыми венцами. Откровение 4 глава, 4 стих. Здесь же только подражание. Не венцы, а «каббы» венцы. И не золотые, а похожие на золотые. Так у сатаны все только подражательно. Он не может предложить что-то истинное и существенное. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. 2 Коринфянам, 11 глава, 14-15 стих. И вот мы видим, как все у служителей греха имеют только вид ценности, красоты и истины. Так и награды их имеют только вид каббы венца. И венцы эти только похожи на золотые. Так плечает сатана. Весь мир теперь сплошная иллюзия и обман. Люди гонятся за властью, богатством, знанием, чинами. Забывая простую народную мудрость, что не все золото, что блестит. Да и среди верующих сколько лжеименного знания. И среди девятюков есть профессора богословия. Но все это имеет только вид мудрости в самовольном служении. Нет истинного апостольского рукоположения и послушания церкви. Колосин 2 глава, 23 стих. Так верующие и неверующие строят воздушные замки, гонятся за миражами, полечаясь ими, служат им всю жизнь. Но если же кто и подвязается, не увенчивается. А если незаконно будет подвязаться, если незаконно будет подвязаться. 2 Тимофея 2 глава, 5 стих. И вот после иллюзорной жизни иллюзорная награда. Да и на что могут надеяться служители того, кто и сам имеет только иллюзорные венцы. И эти недействительные венцы указывают и на то, что победы демонов являются, кажемся, мнимыми, временными. В буквальном смысле некоторые толкователи видят в этих подобных венцах те ярко-желтые, золотые, 4 шипальца рожка, в которых нам вжена голова обыкновенной саранчи. Человекообразной было, пожалуй, лишь лицо у саранчи. В остальном голова могла оставаться и саранчи образной, с щупальцами. То, что лица саранчи подобно человеческим, говорит о разумности этих существ. Таковыми и действительно являются демоны. Человекообразность их лиц говорит опять о их обольстительности. Истинного человеческого лица, какой имел Иисус Христос, Сын Божий, они не имеют, но они приходят обольщать. Откровение, 9 глава, 8 стих. И волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у нее были, как у львов. Толкование. Этим указывается на бесовское сладострастие и возбуждение к блудодеянию и любодеянию. Так что, если человек ощущает себе подобное, то это и есть в нем результат демонических сил. А зубы у ней были, как у львов. Это указание на их свирепость и убийственную силу. Этим указывается, что они есть служители того, кто ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Можно здесь увидеть и указание на то, что внешне саранча имеет как бы женственный мягкий характер, волосы, как у женщины. А на самом деле она жестока и кровожадна, зубы, как у льва. Откровение, 9 глава, 9 стих. На ней были брони, как бы брони железные, а шум, открылев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. Толкование. И здесь не железные, а как бы брони железные, только подражание истинному. Означает же это демонское жестокосердие саранчи. Ее готовность к брони и неприступность. Подобно множеством фараоновых колесниц, гнашимся, заизолитянами, бездна выпускает на святых эти демонические колесницы. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени. И Аиль, 2 глава, 5 стих. И такова даже еще не сама саранча, а только шум, открылев ее. Слышится уже стук колесниц ада. С шумом растекает воздух. Ангелы бездны, бодроствуйте, христиане. Мужайтесь. Откровение, 9 глава, 10 стих. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Толкование. Весь 10 стих есть просто дополнение 5 стиха. Жало – это и есть грех. 1 Коринфянам, 15 глава, 56 стих. А сделанный грех рождает смерть. Послание Якова, 1 глава, 15 стих. Находятся эти убийственные жало на хвостах саранчи, подобной скорпионам. Этим подчеркивается омерзительность этих существ. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Смотрите, Откровение, 9 глава, 5 стих. Откровение, 9 глава, 11 стих. Царем нас с собой она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски – Абвадон, а по-гречески – Аполеон. Толкование. Этим завершается картина саранчи. Вслед за полчищами демонов выступает их предводитель. Ведь взявул князь Бесовский. Луки, 11 глава, 15 стих. Сатана. То, что Сатана действительно был, как и прочие демоны, заключен в бездну. Мы видим в 20 главе Откровения, 3 стих, где описано, что Христос низверк его в бездну и заключил его и положил над ним печать. В контину же века Сатана со всеми своими полчищами демонов будет выпущен из бездны. Дьявол, этот ангел бездны, царь саранчи, найдет себе тогда в лице Антихриста достойного выразителя своей злобы и сделает его сыном погибели. 2 Финсиллокийцам, 2 глава, 30 стих. И даст ему силу свою. Откровение, 13 глава, 2 стих. И великую власть. Здесь мы видим также, что и среди демонов есть разные чины. Демоны, падшие ангелы. Из какого лика отпалят Бога, в таком лике пребывают и в преисподней. Так и апостол пересчисляет среди них начальство, власти, мироправителей. Послание к Эфицианам, 6 глава, 12 стих. Здесь же мы видим ангела бездны, царя князя Бесовского. Это падший Херувим, Иезекииль, 2 глава, 16 стих. И царь преисподней. Имя этому ангелу по-еврейски Авадон. Еврейское слово Авадон непосредственно означает гибель. Со временем оно сделалось названием места гибели и истребления, царства смерти. Иов, 26 глава, 6 стих. 28 глава, 22 стих. Притчи, 15 глава, 11 стих. И 27 глава, 20 стих. А так как дьявол имеет державу смерти, евреям, 2 глава, 14 стих, является виновником смерти, человека-убийца от начала, Евангелие от Яна, 8 глава, 44 стих. То он, являясь олицетворением гибели и смерти, потому и назван здесь Авадон, то есть губитель. И справедливо, ибо он губит всех, покоряющихся ему. То же самое означает его греческое имя Аполлеон, губитель. Откровение, 9 глава, 12 стих. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Толкование. Кончились бедствия пятого трубного глаза. Первое горе. Идут еще два горя на Вселенную, шестой и седьмой трубные глаза. Либо нужно думать, что действительно будет смена одного горя другим, либо, что более вероятно, это только смена видений, явленных Яну. А реально это все просто описание великой скорби в кончину века. Откровение, 9 глава, 13 стих. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом. Толкование. И всего явленную Яну в Апокалипсисе мы видим ту огромную и таинственную роль, которую играет ангел во всех событиях земной жизни. И только наша духовная слепота не позволяет нам все это ясно видеть. Если бы мы сейчас могли прозреть, то увидели бы, что мир вокруг нас горит и полыхает огнем. Даже воздух той комнаты, где мы находимся, заполнен бесами, которые, как пчелы, роем нападают на человека и ищут, где бы проникнуть в него. Но увидели бы мы и воинство небесное, которое ведет брань с демонами, как и говорит русский писатель Достоевский, что дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Так за каждой нашей мыслью, словом, поступком стоят ангелы. Идет борьба ангелов из-за судьбы народов, как это особенно явно было пророку Даниилу. Он видел, что участь еврейского, персидского, греческого народов определялась борьбой ангелов этих народов. Даниил 10 глава. Священник Павел Флоренский говорил, что если бы мы были духовно зрячие, то нам в храме не нужен был бы иконостас. Мы бы тогда видели, что на этом месте на самом деле предстоят ангелы и святые. Иконостас – это окно, открывающее нашим глазам то, что тут невидимо, присутствует и происходит. Здесь берется образ ветхозаветного золотого жертвенника, курений, стоявшего во святилище. Исход 30-й глаз 1-6 стих и откровение 8-й глава 3-й по 4 стих. Он имел форму прямого параллельпипеда, длина, ширина, локоть, высота – два локтя. Вверху на четырех углах он имел рога. Весь он был обложен чистым золотом. Перед этим жертвенником были вознесены Богу, ангелам, молитвы святых. Откровение 8-я глава 3-й и 4 стих. Они дошли до Бога. И теперь, как бы в ответ на эти молитвы, Иоанн слышит голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом. Откровение 9-я глава 14 стих. Говоривши шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при Великой реке Ефрате. Толкование. Определенный артикль говорит о том, что это определенные четыре ангела с особым назначением, а именно, ангел, связанный при Ефрате. Цель их освобождения – умертвить третью часть людей. Этим они отличаются от четырех ангелов в Откровении 7-й главе 1-м стихе. Наоборот, сдерживающих вредные порывы четырех ветров. Эти и те ангелы, суть разной, имеют различные назначения. Ефрат – это колыбель человечества. От его потоков пили первые люди. Там некогда был Эдемский сад. Там – начало человечества, начало культуры и цивилизации. Там же начало людского нечестия. Там – великий город язычества и нечестия – Вавилон. И вот здесь мы видим связанными четырех ангелов. Андрей Кисарийский разумеет под ними Михаила, Гаврила, Уриила и Рафаила, связанных весельем божественного сезарцания. И вместе с другими бесчисленными ангелами, разрешенных в день судной для осуждения честивых. Или же, что более вероятно, подойдя ангелами, надо разуметь связанных до последнего времени прелукавых демонов. По изволению Божию, одни бесы были осуждены в бездну, другие – в свиней, иными – переполнен воздух. Так мы видим, что бесы связываются в определенных местах. Эти четыре ангела связаны при Ефрате. Здесь, при реке Ефрат, прежде всего появится зловредная деятельность этих всегубительных ангелов. Здесь среди народов Востока, пораженных мусульманским учением, будут войны и несчастья. Отсюда народы Востока и Севера двинутся на Израиль. Многочисленные воинства, учения и идеи ада, освободившись, уничтожат треть человечества. Возможно, что именно этой связанностью четырех ангелов бездны при Ефрате и объясняется то, что народы этих мест так и не приняли христианство, а является оплотом мусульманства, религии, не принявшей Христа своим спасителем. Масоны утверждают, что именно эти народы целиком примут их религию, которая есть не что иное, как религия Антихриста. Связанность четырех ангелов при Ефрате и освобождение их здесь можно рассматривать и как указание на Вавилон, великую блудницу последнего времени. Главы Откровения 17 и 18. Там, в этом, сосредоточив нечестие и блуда, при кончине века демоны получат полную свободу действий. Ефрат был в Ветхом Завете границей земли израильской и, так сказать, границей благочестия и истинной религии. Бытие 15 глава 18 стих и Второзаконие 1 глава 7 стих. И там, за Ефратом, была полная свобода для деятельности этих духов. Так в кончину века, вне страны и благочестия христианской церкви, в среде нечестивых, особенно в среде народов, отпавших от христианской веры и от ее спасительной силы, злые духи снова проявят свою полную власть. В народах и в сердцах отвергших Христа найдут места демоны. Здесь в большей мере можно разуметь мусульманские народы, проживающие в тех местах. Откровение 9 глава 15 стих. И освобеждены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Толкование. В предвечном плане Божьем от века определено это страшное время, когда силы ада будут выпущены на волю. Точно определен год, месяц, день и час этого события. Тысячелетие долго терпит Бог восставшее человечество. Но преисполнится чаша его гнева и опрокинется на землю. Горе, горе, горе живущим тогда на земле. По действию выпущенных злых духов начнутся страшные бедствия, которые унесут в могилу треть человечества. Это будет при Антихристе. Мы видим, что всюду поражается одна треть. Так поражены были третья часть деревьев. Откровение 8 глава 7 стих. Моря. Откровение 8 глава 8-9 стих. Рек. Откровение 8 глава 10 стих. Небесных светил. Откровение 8 глава 12 стих. Здесь же указано, что погибнет третья часть людей. Возможно, это соответствует отпадению от Бога третьей части ангелов. Смерть будет настигать не только нечестивых людей, но и всех вообще. Множество истинных христиан прольют кровь в восповедание своей веры. Окажутся жертвами антихристовых бедствий. Нелегко себе представить, как умершлен будет каждый третий. Но вот в малом сатана репетицию уже провел. В течение неполных четырех лет в небольшом государстве Кампучие с населением 8 миллионов собственным правительством уничтожено 3 миллиона своего же народа. Не дыхание ли это преисподней? Связано еще четыре ифратских ангела, но уже расправляет крылья. Откровение 9 глава 16 стих. Число конного войска было две тьмы тем. И я слышал число его толкования. Сразу по освобождению четырех ангелов Иоанн видит великое многочисленное конное воинство. Тьма это 10 тысяч. Так что Иоанн видит 200 миллионов садников. Интересно, что это число воинов ада соответствует числу ангелов, предстоящих престолу Божию, и виденных пророком Даниилом. Даниилом 7 глава 10 стих. И Иоанном 5 глава 11 стих. Вряд ли во всех этих случаях следует разуметь конкретное число. Скорее это указание на несметность и многочисленность этих воинств. Откровение 9 глава 17-18 стих. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов. Изо рта их выходил огонь, дым и серо. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Толкование. Таковым предстает это воинство последнего времени, имеющее истребить треть человечества. Под конями Андрей Кисарийский понимает женонеистовых и скотоподобных людей, и вообще находящихся во власти демонов. На них всадники, управляющие конями, злыми людьми. На всадниках были брони трех цветов, огненные, гиацинтовые, голубые, синие, соответствующие дыму, и серные, то есть желтые. Зловещая ярость этих трех цветов была отблеском того адского пламени, которое было смешением огня, горящей серой и дыма, вылетавшей изо рта львоподобных голосов. Голову коней, как голову львов. Этим указываться на их убийственную силу и хищность. Некогда в древности произошла подобная катастрофа, когда Пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь с неба, и не распроверг города сии, и все окрестно сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли. Бытие, 19 глава, 24-25 стих. Так, в кончину века, по нашествию этих страшных полчищ, в огне дыме и сере потонет мир. Еще недавние толкователи не могли себе представить таких войн. Теперь же, век атомного и термоядерного оружия, это уже вполне предоставимо. С другой стороны, валяющие изо рта этих неистовых коней огонь, дым и серо, это грехи, ядовитостью своих внушений и соблазнов, пожигающие и отравляющие сердца людей, та, что третья часть их погибнет. Откровение, 9 глава, 19 стих. Ибо сила коней заключалась во рту их, и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Толкование. Теперь объясняется, все губительная сила коней заключалась как бы в двух источниках. Во-первых, во рту их, из которого выходили умертвляющий огонь, дым и серо. Во-вторых, и в хвостах их. О них сказано, что хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Так мы видим до кончины века разрушительную деятельность сатаны, древнего змея. Как и в предыдущем явлении саранчи, Откровение, 9 глава, 10 стих, видим вредящие хвосты. Там были хвосты, как у скорпионов, здесь, как у змей. И там, и там видим, что хвосты эти несут не саму смерть, а только вредят. Но этот вред, предваряющий убиение. Сначала человек делается жертвой этих демонических хвостов, ужаливаться через грех древний змеям. А там уже идут иконные полчища со смертоносным огнем, дымом и серой. Казнь шестой трубы в ярких красках рисует нам картину воин последнего времени. О чем и Христос говорил. Услышите о войнах и о военных слухах, ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Матфея, 24 глава, 6-7 стих. Откровение, 9 глава, 20 стих. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскалив дела круг своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Толкование. Далее говорится об оставшихся в живых после этих бедствий. «Кажется, что после стольких вразумлений и наказаний должны люди обратиться к Богу. Но не так на самом деле. Таково будет отступление от Бога. Столь велики злоба и ожесточение людей. А даже власть над ними освобожденных демонов. Что люди к Богу не обратятся. Время покаяния истекло. Тогда действительно исполнятся горькие слова. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Иеремия, 8 глава, 20 стих. Каковы же будут дела рук своих, этих обезумевших в злобе людей? Об этих идолах говорит и псалмопевец. Их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. Они не издают голоса гортанию своей. Подобны им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них. Псалом 113, с 12 по 16 стих. Строгое послание на эту тему пишет пророк Иеремия к пленникам, отведенным в Вавилон, царем Вавилонским. Послание Иеремия, с 1 по 72 стих. И этим бездушным предметом поклонялись люди, не зная живого истинного Бога. Но поклонение, воздаваемое идолом, восходило к демонам, как писал апостол Павел, что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. 1 Коринфянам 10, глава 20 стих. 2 Коринфянам 10, глава 20 стих. В 8-9 веках. И была соборно осуждена святыми отцами церкви. С тех пор, в первое воскресенье Великого Поста, церковь празднует это торжество православия. Но вот в сектантстве снова сила вспыхнула эта ересь. При этом сектанты основываются на таких местах писания, которые мы только что привели. Псалом 113, с 12 по 16 стих. И откровение 9, глава 20 стих. Мы не будем здесь излагать православное учение об иконопочтании. Укажем только на несостоятельность возражений против иконопочтания на основании этих мест из апокалипсиса. Беседуя с сектантами об иконах, видишь, что в этом они совершенно разучились. Отличать священное от несвященного. Левит 10, глава 10 стих. Иконы – священное изображение. Они называют идолами и применяют к ним выше приведенные места об идолах и служащих им. Дело в том, что пророки Иоанн здесь вообще не говорят об иконах. Что есть идол и что есть икона. Идол – это божественный людьми предмет. Этому предмету поклоняются как к Богу. Такому поклонению научил людей не Бог, а демоны. Потому апостол говорит, что идолопоклонство есть поклонением бесам. Икона по-гречески – изображение. Не есть обожественный предмет. А потому она не идол. Иконы – это видимые изображения священных лиц и событий. Это богоявления. А также и образы ангелов, какими они являлись людям. И образы святых угодников Божиих. Честь, воздаваемая Богу ангелами святым, непременно сопровождается и чествованием всего с ним связанного. Потому и чествует икону. Сам же образ икона за божество не почитается. А являются только проводником божественной благодати. Откровение 9 глава 21 стих. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в ворстве своем. Толкование. Далее показывается глубокое нравственное падение людей в последнее время. Напрасно и пуста мечта о нравственном прогрессе человечества. Что хуже всего, люди теряют способность к раскаянию в своих грехах. Грех становится для них чем-то неотъемлемым, и они его не хотят и не могут отсечь. И не раскаялись они в убийствах своих. Треть человечества будет убита, но не раскаются люди. Возникает вопрос, неужели это может быть? Но не полна ли история примеров нераскаянности в массовых убийствах? Совершив массовые преступления, истребив народ, не каются. Не каются они в чародействах своих, то есть в религиозных волхвованиях, которых и ныне весьма много. Заговоры, нашептывания, отпевания живых, колдовство, магия, непосредственно культ в сатане улицы Ферриан. Употребленное здесь слово чародейство, искусство смешения ядов и лекарств, означает и причинение вреда ближнему через наговоры и ядовитые вещества. Не в блудодеянии своем. Неоднократно говорит апокалипсис об этом грехе. Блуд, прелюбодействие, разводы, аборты, предупреждение зачатия, скотоложство, мужеложство, гомосексуализм, затопили мир. Не в воровстве своем. Кажется, что этот грех есть грех нищих, плебеев, низкородных, да невоспитанных. Но эта язва не оставляет нас. Девятая глава закончилась. Все, пока хватит. Как раз полчаса. Я немножко сразу покажу кое-что. Наше сокровище выше 38 книг издали. А вот это в полном комплекте, полное толкование Нового Завета с откровением. Вот оно как. Все с закладками. И у нас раскрашен был репродукцией Гюставо Доре. Здесь 230 его иллюстраций. И 10 из классики. Это вот такое у нас сокровище. Тут часто касается Тысячелетнего Царства говорить. Вот конкретно показать. У сектантов здесь не то, что заблуждение, а совершенно неразумение. Человек шел, маленько заблудился, а здесь никакого понятия. Они беседуют не по Библии. Тысячелетнее Царство, они вообще не понимают, что такое. Я пока на плане показываю, коротко. Христос воскрес. Воскрес, и тут начало Тысячелетнего Царства началось. И сатана скован здесь, на Голгофе. Это евреям 2.14. Как дети причастны к крови и плоти, то и он воспринял оное, дабыть смертью своей, лишить силы, имеющую державу смерти, то и сделал. Вот два пункта. Христос воскрес, и Христос придет. В момент, когда Христос придет, будет всеобщее воскресение праведных и грешек. Здесь же восхищение Церкви и Страшный Суд. Такие события. Но за три с половиной года, три с половиной года, это Антихрист, время скорби, Сатана освобожден. Вот это Тысячелетнее Царство. Все это можно узнать на нашем сайте. Кристине 1. Народ.ру Я сейчас кое-что тут покажу. Это где написано? Второй тон, 470-я страница, открытым оком. Это у нас все на нашем сайте. Вот он, во свете Библии. Самое ценное, 4124 ответа. Вот они. На 55 папок разбито по тематике. А вот внизу православный форум Игнатия Лапкина. В него только ткни, и сразу на наш форум. Вот форум. Вот православный форум. Это 1440 тем. Большое у нас сокровище есть еще и в Mail.ru. Ну, Mail.ru это мой мир. Вот он. Он заменяет вместе ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуки, разные Твиттеры. Еще только нету. Они все вместе, не стоят малой части того, что в моем мире. Но его укоротили, теперь посылать много нельзя и прочее. В прошлом году его поломала администрация сама. Но и в таком виде, искалеченном. Просто жутко искалеченном. Оно перетянет все вместе системы эти. Вот. И у нас, кроме того, открыт православный видеоканал. Здесь около тысячи роликов. Я сейчас посмотрел, зашел, завел в Google имя своего фамилии, посмотрел, какие отзывы идут у православных. Это в основном священники. Это жутко. Буквально разрываются и лопаются от злости. А мне-то никакого дела до этого нет. За нами им никогда не угнаться. Они спят, проснутся и лают. Бешеный лайк заглушает, говорится, топот бегущих ног. От них убегает вся страна. Они довели до крушения царский режим. И этот туда же приведут. Они ничего не понимают. Только к власти жмутся, чтобы только деньги, деньги, деньги и жратва, подсилка и кормежка. Они ничего не понимают. Это единицы, которые, ну такие вот, как отец Геннадий Фас, вот откровение написал, а такие люди. Просто выдвигают против меня обвинения. Ни одного нет правильного. Даже совершенно ко мне не относятся. Это все мимо куда-то. Зачем им это нужно? Они даже не могут исследовать книги. 12 лет. Да посадили бы там людей, цензоров. Там можно многое что найти. Я вам даже покажу где. Но они-то... Они ленивые ужасно все. А вот семинаристам зажаренную рыбу в Великий пост дали задание. Ну и он что может ругать? Или там это братство Мессариона, белое братство, звенящие кедры, как Аристарх Кемеровский, митрополит. Псы бредящие, немогущие лаять. По неволе вспомнишь 20-ю главу деяния апостолов. Павел собрал пресвятеров, епископов и сказал, из вас самих, из вас, из вас, которые в рясах с камеловками, с митрами, с куколями потряшем, вас станут лютые волки. Не щадящее стадо. И будут говорить превратно, чтобы только увлечь за собою. Чтобы кормежка была. Деньги, деньги, деньги. И главное, покрыто все трусостью и корыстью. Я ужаснулся, что они там пишут. Они безбожники. Чуть-чуть совестливый человек никогда этого сказать не может. Я уж не говорю о рождении свыше. Рожденный свыше, он только плакать может. Ни разу не встречались, ничего не считали. И разрывается от злобы. Но мусульмане друг с другом не воюют. Буддисты дружно живут. Это только одна нация такая, русская. И поэт Малин Далис был абсолютно прав. Непокоривая нация, достойная истребления. Это поставлено в мировом плане. И русская нация гибнет из-за попов, из-за монахов, которые привели к этому. Библию в руки не дали. Родились тысячи сект разных. И они не видят, они бесчувственные попы. Абсолютно бесчувственные. Им говоришь, он не понимает. Как Репин написал дьякона, рев зеву лупоглазия. Ну хотя бы маленько остановился, помолился. Посмотри, пустые храмы стоят. Ведь разговариваешь с людьми, они ничего о Боге не знают. Евангелие не считают. А зачем мне? Крестные ходы, мощи иконы мироточивые. Крестные ходы, мощи икруют на одном месте. Как я этому Амросию Юрасову сказал, как исповедуешь ты. Но сейчас выступил Дмитрий Смирнов и говорит, какая вера наша православная? Бесовская. Бесовская. Повторяет неоднократно. Бесовская. Почему? Потому что пришли рассказать о своих похождениях и грехах. Отстать-то от этого никто не думает. Это не покаяние. Это исповедью нельзя назвать. Ну, дальше-то он не договаривает. Ну, вы довели их до этого. Вы. Бывает, человек даже, убийца где-то, раскаяние какое-то приносит. Здесь ничего нету. В гибели страны нет раскаяния. Раскол провели иконы. Это кто делал-то? Раскололи страну пополам. Самых лучших патриотов. Всех в раскол. Все раскольники-еретики. А кто они? Ну, неверующие. Зайдите вот здесь. На нашем форуме обо всем этом сказано. Все пока на сегодня. Просто я зашел тут и посмотрел, страх взял. Они совершенно безбожники. Лютые волки. Посылает Господь в мир, говорит, как овец среди волков. Волками назвал иудеев, коммунистов, фашистов. А священники лютые, бешеные волки. Достойно только от стрела. Им надо прислушиваться к Александру Глебовичу Невзорова. И он иногда многое говорит правду о них. Но они его не любят. И он до этого и дошел в семинарию, учился. Как одержимый демонами стал. Вот так.